В Белоруссии, так же как и родственники, поднимите руки, пожалуйста, люди, у которых родственники воевали в Великой Отечественной войне. Спасибо. Третья песня посвящается всем нашим, кто не дожил, всем нашим родителям, кто победил в этой самой тяжелой войне, в которой мы не должны вообще-то будет видеть, и вообще всем душам наших близких, которые будут жить, пока мы о них помним и видим. Третья песня посвящается всем нашим, кто победил в этой самой тяжелой войне. Третья песня посвящается всем нашим, кто победил в этой самой тяжелой войне. Но мы выпить бы и закусить, когда мы вернемся со войны, когда мы вернемся со войны. Все девушки будут прекрасны, все женщины будут милы, доступны тихи и нежны, мы будем их вечера любить, и черных, и брех, и красных. И утром, и ночью, и днем, когда мы вернемся со войны. Третья песня посвящается всем нашим, кто победил в этой самой тяжелой войне. А мы похлебнемся с утра на фоне заштопаем дырки, и снова суровый приказ за родину в бой пойдет. Но все же наступит пора, пурашки там без казырки. Однажды, когда мы все, мы к ним не примерно придем. Когда мы вернемся со войны, когда мы вернемся со войны, когда мы вернемся со войны. Великая Отечественная война. Следующая страничка своего выступления перед вами. Я бы хотел посоветить память своего дедушки, Елена Алексеевича Калинкина, правшего смертного права. В Белоруссии, в начале этой же самой войны, а также все наши родственники. Сделали себе подарок 28 июня. 27 у меня был день рождения, а 28 поехал в город Зубцов, который от Москвы отстает на 207 километров. И в 200 метрах от дороги, вместе с отрядом «Победа» за Москворечье, вместе с ребятами, которые не пили водку практически, а просто радовались жизни, вот вечером, я все ждал, вот сейчас я привез свой бутилок, сейчас мы сядем, катим. Они просто покурили колья без травки, просто колья. А потом стали рассказывать одну-другую историю из жизни Великой Отечественной войны. Ходит парень по полю с миноискателем, и там дед свистит, всовывает щуп, а потом откапывали, откапали твёрт бойцов, в которых не было ни жетонов, ни оружия, а только были ботинки с костями, вот краска и кости человеческие. Вот, и вот я считаю, что я своего деда откапал тоже тогда, потому что делом неизвестно, поэтому вот вторую часть хочу посвятить. Великой и не страшной войне, в которой мы с вами победили. Горь взлететь высоко-высоко, Выше крыш, выше троп, выше башен, Выше ветов, летящих легко, И броводных, и травмных маршек, Если выше всех мыслей взлететь, Где лишь в памяти вороны вьются, И туда, в эту даль посмотреть, С нашей выси назад обернуть. И увидеть, что в каждый окон С сорок первого страшного лета Эти тутанки, идущие в лод, А снарядов к орудию нету, Ест глаза галь родного жилья, И глядит, как сквозь мутную воду Тухачевский из-за небытия. Того тридцать проклятого года, И уходят солдаты в пыли, Чтоб собою на фронте запомнить Те прорехи, что произошли, Ни твоих посолдат этих воли, И всех логих немецких назло. Бьет Максим из Брена, Выруча и время, и взвод, И генштаб, и Москву, и победу, Чтоб из нашей с тобой высоты Оказаться наводчиком в танке, Чтоб от Прохоровкаю застыл От смертельной немецкой баланки И землей забрасавшую пожару Под стрелка стекленеющим взглядом Заряжать, 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 Пока будут в укладке снаряды, Чтоб увидеть осколок схватит, Как твой ладник становится рыжим. Но войну это все же пройти, И войне это все-таки выжить. Как пора-ра в Москве торжество, Чтоб из сердца в ладни не ебилось. Для чего это все, для чего, Для чего это с нами случилось? Коль взлететь высоко-высоко, Выше труд, выше крыши, выше паши, Выше ветру влетящих веков, И враговных, и травмных малышей, Если выше всех мыслей изны и целей. Московское ополчение 21-го года Ждет еще своего описания, Потому что в Москве жил 4 миллиона человек, 800 тысяч ушло воевать. Каждый пятый москвич и москвич Пошли на трон. Зоя Космодеменская имела основное задание Сжечь сено, Потому что у немцев техника была На ветке испанской, И они стали переходить на лошадей. И чтобы вот этих лошадей не было, Нечем было кормить, Ей надо было сжечь сено. Вообще эта война была совсем особенная, Как каждая, собственно говоря, война. И вот песня посвящения ополчения У нас в 1941-го года, Когда все, кто могли воевать, Они уже ушли, Их уже мобилизовали. А в 1941-м году В ополчении шли люди, Которые физически не могли воевать. Многие из них были просто больны Физически. И особенно Эта песня посвящается тем, Кто писал стихи, Рисовал картины, Тенцевал тем, Кто должен был Поразить свою диктость, Любить людей. Меня посчастливилось Обознакомиться с командиром полка, Который в 1941-м году, В октябре 1941-го года Получил бытищу Новые 85-и и 37-мм пушки И построил свой полк, 1850 человек, По правилам сказали, Кто служил в артиллерии, Шаг вперед. Вышел один человек, Который воевал И стал ездовой В Первую мировую войну. Все остальные были Разные совершенно люди. Вот. Просвящение Московскому ополчению. Наши с вами, Дважды наши с вами родственники, То есть люди, Которые шли по этим улицам, Шли навстречу Своему бессмертию, Наверное, все-таки. Вот так. Под листопадом Перешел, По львам, По досине, Волшебный божество Уходит на войну Москва. Цветаева Уходит По стартнаково Москва. И репины Идут И гильеровские Торжественные И неумелые Здоровьи Из-за Тихой От улицы Московские Наполнив Ожиданием Воздух Солны. Уходят И страны И опоясаны Веселые Смешанные Чудаки И затихают Тополи И ясени И двери И трамвайные Звонки Уходят Неуемые И скромные Все Получившие Звание Салдах И сказано В самой Стране Огромная Сановые Пречистинка Ах-Бар Идут Волоколанками Таганками Меморь Заскрыт И лимские Права И будут Их давить Подвязь Монетанками И в Контратак От швайсера Верлась И в Злая Земля Взрыв Мятая Примет Творчести Их Пути Идут Но все же В мае Сорок Пятого В Перлину Ополчение Уйти Ммм 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 Второй Ммм Т-34 Да Это лучший Танк Но Он стал Лучшим Не сразу А с Мая 44 Года Когда Наша Промышленность Начала Пусти Т-34 А до Этого Двигатель Был сделан Так Что Через 150 Км Его надо Было Выбрасывать Потому Что Система Воздух Чистки Фактически Не работала А до Этого У него Были Смотровые Приборы Которые Делали Из Полосок Стали Потому Что Стекла Не было До Этого Много Чего Было Интересно Можно Целый Вечер Провести В рассказах Об Особенностях Первых Вариантов Этого Танка Которые В 39 году Только Решили Принять На вооружение Вот И Мне Посчастливилось Быть знакомым С директором Музея Принятант По вооружению Техники Олегом Рыжовым Вот И Танк Который Воевал Который Был Сделан В 41 Годом У него На пяти Корках Была резина Только на 2 Потому что Остальные резина Не хватало Вот И Я в нем Посидел Чуть Чуть Почувствовал Запах солярки Его вытащили Из болота Выгрыг Лею А запах солярки Остался Представляете Потрясающее ощущение Солярка 42-го года Выпуска Как будто бы Дедушка У моей Убитой На войне Вот сзади Стала Положение На плечах Вот И следующую часть Я хотел Показать Танковые Т-34-76 Пантеру Волк не пробивал А тигр не пробивал И в борт А тигр пробивал Т-34-76 Состояние Полтора километра Волк насквозь Люди знали это Пришли в атаку И побеждали И Видимо Мы победили В этой войне Вот потому что Так вот По-русски Воюнь по-русски До сих пор Броня кривка И танки Словно ветры Из коржена Надувного Души Танимец Бьет нас Волк с двух Километра А нам Его Лишь матом Вот прошить И новой краской Зеленеют танки Комбатопор За Сталина Весел Но только Жаль От вражеской Болванки Нас никакая Надпись Не спасет Вы взглядом Нас Ребята Проводите Чтоб рычаги Давил На все На сто Небритый Черт Механик Свет Водитель Наш Бог Отец Бог Сынный Дух Святой И чтоб На очи Дьяволу По глазу Крутил Быстрей Свои Маховики И по машинам Вражеским Не мазал Всем героизмам Нашим Вопреки Из атаки Уйти Незадетым А немца Коль Не задрожит Рука Коль Попадет Так Чтобы Рикашетом А коль Пробьет Так Сразу Шоп Бэк А Ну вот И все За грохотой Драки Или За край Окутался Холем А тот Кто будет Жив После Аттроки Пусть Остальных Из кружки Поменят Граня крепка И танки Наши Быстрые И наши Люди Мужеством Волны В строю Стоят Советские Танкисты Свои Отчизны Верные Сыны Верные Сыны Верные Сыны 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 Красная Тафета Я полоказ Мы не видим Света Свет не видит Нас При присях Летает Небо Из пырня Ну ай Родная Вывози меня А в рецепте Скачет Прямо За столом Ближняя Задача Роща За селом Нам проехать Шутка Только Рыберский Только В промежутке На броне Кресты Только Второй По первой Встрет Для меня Ты Старят Пантеры Выдержи Броня Пусть Поможет Либо Дьявол Либо Борь Чтоб Под их Калибры Небо Стали Борь Несет Нам Вылиться Ветер Встречный Калибры Бразов Смит Стволов Мы будем жить Легко И вечно Нам только Это взять Село Мы будем жить Легко И вечно Нам только Это взять Село Не забрешь Ниха И чей-то Длинный Ствол Була Ребята Зарази Его Все равно Какой Нет Отбрыц Зверь Выстрел Бронбольный Разберет Теперь Хруст Немецкой Пушки Трестувших Простей Словно Из ушки Цифры На версте Давай Зараза Вытеки Играй Только Вогу Сгаза Брат Не умирай Мы удаля Пора Ставим А скорость Смоты Разберет И 30 тонн Уральской Сталии Летит Вперед Летит Вперед И 30 тонн Уральской Сталии Летит Вперед Летит Вперед Трестувших Снояр Об 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 И клубок Вот кому-то Верно Залепила Вбок Полыхнула Разом Улица Свеча Мы за вас Ребята И уроним Сейчас Тишина Запела Звонами Душа Но еще Летела На броне Душа Но не Беку Наши Господа Купи Сабрегата Наша Пят Машин Теперь А когда Затихли Взрывы И стрельба И горела Тихо Ближняя Изба А на черной Сушью Выжжены Травы Тихо Пыли Души Мертвых И живых А в небесах Цветут Гуаши А улетит Полоска Ржи И это Поль Снова Наши Мы с тобой Смогли Дожить И это Поль Снова Наши И без С тобой Смогли Дожить Вот и все Оставают Словы И наочек Ах, как сладок Горящий табак Людям Выжившим В танковом Тире Это Общая Наша Судьба Под названием Т-34 Этот Грохот Свинящий В ушах И на Вочи Борохот Свинь Это общая наша душа, что насквозь пробивает пантера. Траектория Краков пройдет в неизвестность пожизненной глади, А прославленный танковый взвод догорает на Кремле сзади. Мы стоим на пушке вдвоем, в люк вливается небо гуаши. Это поле с кострами на нем, наши все-таки, все-таки наши. Мы в измятую кружку нальем, мы помянем там дисков бывавших. Это поле с кострами на нем, с утра этого все-таки наши. А в люк втекает воздух и вино, бьется синим жилкого виска. Давай-ка, брат, покурим по одной, и дай поедем смерть свою искать. Послушаем кузнечиков в траве, и оркестр их военно-полевой. Поезд прогуляет ветер в голове, пока еще ты целый и живой. Посвящается людям, которые были не на передовой, но без которых передовая работа была бы невозможна. У меня есть знакомый, у которого хранится вот такая стопка грамот его отцу, который служил в ремонтной родине. Награждали их нечасто. Основные, видно, награды были в грамоте. Такого бурового цвета, значит, грамота, где маленькими красными буквами был написан небольшой-большой текст. Вот, там были знаменки, Павлович Сталин, и фамилию выписывали, фамилию, не выписывали, к нему дальше выписывали. Вот, и вот, ну, а тоже это отдельный рассказ, как они ремонтировали танки, что каждый ТТ-4, который воевал три раза, как минимум, был подбит, возвращался на передовую. Вот, и тоже дань уважения людям, без которых невозможно занимать, которые стоят чуть-чуть дальше передовую в тыл. Передовой ремонтной родине Алексей Петрович Кошкин крутит гайку на морозе. От мороза матерясь, он висит в невероятной, а на то время всем возит. Если шум изменит воздух, все детали рухнут в грязь, и тогда еще час двадцать, или, может быть, час сорок, поднимать их все придется, чистить, мыть и продувать, и не сможет в результате запустить кодру моторы. Двадцать первая бригада, чтоб на фрица наступать, а фашист резерв подтянет, подвезет боеприпасы, И во фланг контратакой изнутри чека засадит там, и гвардейская бригада не вольтется в град Черкассы, А будет всей своей массой превращаться в битый хлам. А с голодухи брюхо крутит, а на морозе стынут пальцы, и в голове щебечут птицы, И по спине строится подки, но если посмотреть по сути, Ведь если Леха не так крутит, ведь если Леха не так вертит, победы не произойдет. Ну а помнишь прошлый вторник, лесочек возле речки, там, где нерец обалдевший с окружения выходил, А у нас же две машины, у которых вздохли свечки, а их четыре самоходки и два тигра впереди. Алексей Петрович Гошкин стал стратегическим резервом, потому как штаб бригады было некому сношать, И свои тридцатьчетвертые тигмы спали снарядом первым, несмотря на то, что в битву выходил в одних трусах. А дома сад, а дома гуси и трактора гулят за речкой, и теплый ветер дует в щеку, и спит котенок у крыльца. Вот я вернусь, вот я приеду, спашу все грядки, бабы-гуси, поправлю печь, срублю колодец, Может быть, бы только до конца. Отвернуло, наконец-то, эту бешеную гайку, починил заснувший дизель, и тот завелся с полпинка. И вперед пошла бригада и освободил город, проявив умение храбрость, как вследские войска. А танкистов наградили всех медалью за отвагу, а кумбрилу-соколову тогда и красную звезду. Ну а все их ремонтные руки за отличную работу, сам главком товарищ Сталин, благодарность объявил, благодарность объявил, благодарность объявил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Детей у нас нету, да? Я сразу хочу перескочить наше время. Вот я начал рассказывать о танке ДТ-476, производства Сталинградского тракторного завода. Удивительные машины, которые делали из того, что было под рукой, потому что больше заводов не было в конце 1942 года, и когда уже расставалось до завода сто, восемьдесят, семьдесят, шестьдесят километров, он продолжил работать. Когда уже нет Салинграда, завод продолжил выпускать боевые машины, потому что все остальные заводы нашей любимой родины еще только разворачиваются. Машина, которая пролежала шестьдесят лет в бороде, в 2002 году ее вытащили под пусковом из борода, выкрепли ее, слава богу, экипаж, что ее выкрепли. И мне посчастливилось в этой машине пятнадцать минут посидеть, почувствовать запах соляки сорок второго года. И то, что я сейчас пою, это как раз, наверное, Бог есть, потому что эти слова, которые я сейчас пою, это не мои слова, это то, что само писалось автоматически после того, как я там посидел. Там есть неформальная лекция, я прошу прощения перед дамой, но без нее это не то, извините. Меня выцепили за облака, расклеила веки трясина, и я увидал над собой облака и ветер, летящий по силе, и я увидал над собой облака и ветер, летящий по силе. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили, и снова услышал я, твою мать, и понял, что мы победили, и понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами, братья мои, простите меня, и поймите, простите, не смог показать мастерство красивой военной работы, и все из бригады, но лишь одного меня сохранило болото. Не сжег меня пушки, немецкий расчет, и тигр меня не искал вечерок, меня не расплавил товарищ Хрущев в огромной Мартиновской печи. И золотись, конечно, отречется свой сегодняшним людям поддалки, вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной соляркой. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны, крови и солярочной премии, почувствуйте кожей дыхание войны, на чем наши деды горят. Я, брошенный в землю, военный посет, я в памятник сгинувший ротик, и мирная техника мчит по шоссе, поскольку я был в том болоте. Я с пушкой, торчащую наискосок, для вас непонятен и страшен, с олякою пахнущей в праздный кусок истории Родины нашей. Что я уцелел, экипаж виноват, да наша родная природа. Я танк, я убитый, советский солдат, второго военного года. Я танк, я убитый, воскресший солдат, второго военного года. Я дед твой убитый, воскресший солдат, второго военного года. И вот это ощущение, когда прочитал кучу книг, ну я традиционный советский, так сказать, человек, который 59-го года родился, был хронером, трепленком, жил в Крыму, у нас тут было очень здорово развитое движение, которое называется Зорница. Мы ездили по местам боевой славы, мы чувствовали запах земли, который копает руками, мы сидели, случайно я сел на болванку немецкую в лесу, мы там бегали, ориентировались на соревнованиях по спортивному ориентированию, по военно-спортивному ориентированию. И, знаете, мне очень приятно было, когда я вышел в ротвор, два года назад увидел, что на дворе стоит красивая немецкая машина, а сверху на антене привязана троцвет, трех, это самое наше, это три, с тремя полосками, грандейская мяточка. Финал простоты с красотой, текущего сего момента, над мерцом блестящим бордом, трепещет грандейская лента. Над мерцом блестящим бордом, трепещет грандейская лента, прицепленная поутру, над круповской бешеной сталью, трепещет она на ветру, пронзая столичные дали. Над «Опелем» и «БМВ», над «Кайзером», «Сименсом», «Бошем», над «Жизнью» в столице в Москве, что Гонстаг и не укокошил, над «Немцем» и над «Москалем», над «Жиком», «Хохлом» и «Ювреем», над «Гуном», «Ашамом» Кремлем, трехцветная лента шканее. Над «Жизнь» наша, я плачусь, то «Жизнь»! Над «Жизнь» наша, я плачусь, то «Москалем»! Над «Жизнь» наша, я плачусь, то «Жизнь» что-то любить, то «Красным», то «Белым», то «Синим»! Фашиста никто не сумел, Сумела одна лишь Россия. И пусть мы больны головой, И чуждый нам разум сближалась От славы моей боевой, Хоть ленточка эта осталась. Финал простоты с красотой, Текущего символ момента. Над место немецким бортом, Трепещет гвардейская лента. Хлопаем! Над место немецким бортом, Трепещет гвардейская лента. Трепещет гвардейская лента. Спасибо. Я написал рапорт в 1982 году, когда я перевелся служить в Афганский военный округ. Прошу направить меня для выполнения пренационального города в долгую демократическую республику Афганистан. Мой начальник, умный полковник, почитал мой рапорт, сказал, что мы тебя позовем, как только ты там понадобишься. Ну вот до сих пор, значит, задуманно. Но тема Афгана – это наша тема. Тем более, что, дорогие друзья, прошу рассматривать мое выступление как разогрев перед выступлением самого главного нашего сегодняшнего человека Игоря Николаевича Морозова. Аплодисменты. Ну мы с ним договорились, мы долго думали, как нам петь, как не петь. Мы договорились, что отделение поет я, потом отделение поет я еще немножко вас помочь через свои творческие. Я просто хотел попробовать несколько работ, связанных с этим местом. Ну я вижу здесь своих друзей, поэтому хочу петь сначала про спецназ. Вот эта песня из диска, которая называется «29 февраля», посвящаясь 173-м, а только специального значения, главного разведуправления. Мы были тем военным бараном, что выше крыльев и броней. Мы были гордостью и славой, круглой кистью и плечом. Мы были стоимок от дамов, и для замков любых ключом. Зимой чеченской, афганским летом, вели крутую свою игру. Времен прошедших мы стали метой, особой метой. Ты помнишь, друг, времен прошедших мы стали метой, особой метой. Ты помнишь, друг, мы были ветром на рассвете. Мы были тенью без лица, мы были словом, что ответили мудрее любого мудреца. На старых хуторах наши лица глядят с улыбкой в оберегте. Нам есть, ребята, чем гордиться, на непростом своем пути. Нам есть, ребята, чем гордиться, на непростом своем пути. Зимой чеченской, афганским летом, вели крутую свою игру. Времен прошедших мы стали метой, особой метой. И вспомни, друг. Времен прошедших мы стали метой, особой метой. И вспомни, друг. А вертолёт, чтобы не попасть под стендер, летал либо очень высоко, либо очень низко. Ну и вот, как мне объясняли лётчики, что летать очень низко более опасно, чем очень высоко, потому что на высоте 3 метра можно и в стоп влететь, и дерево сбить, и так далее, и так далее. Но, кстати говоря, есть потрясающие книги, сейчас серия Артёма Драктона. Я дрался на Ил-2, я не рекомендую, в соседнем магазине они есть. Там рассказывается про пилотов Ил-2, то же самое, клименты, то же самое. То есть им ставили задачу не прилететь и отбомбиться, а поразить цель. Вот поэтому они прилетали иногда, вот как там написано, полетел штурмовать бронепоезд и привёз кусок паровозной трубы в хвосте. Вот с такой высоты он его штурмовал. То есть проходит года, меняется оружие, название техники, и остаётся одно. То, что находится в человеческой душе, оно россиян, как говорила Валерий Заян. Национальность – это не надпись в паспорте, а это тот язык, на котором ты говоришь и думаешь. Вот у русских людей, которые воюют, и воюют лучше всех в мире. Убежать воевать. Полёт на малой высоте, Афганистан. Кринты шмотанят воздух, словно орудий, Выбрасывание тут назад и ввок. И нервы, как натянутые луги, И лётчик-командир, он царь-бог. Летят по сторонам песок и линии, Сугринка обнажаясь из двор, Который разберётся из пустыней, И грани в кошки-мышки кто кого. Вот у озера надорванная плёнка, И чёрного скелетного ревника. По левому борту улетит зелёнка, А в левой коже духи с ДШК. По правому борту сильнеют голы, Под дымкой, как под газовым шарфом. Но руки натыкаясь на затрой, Напоминают это только фом. Здесь измерений, а не те, Здесь всё быстрей и пристрастней. А вот на малой высоте, Что может быть его опасней на малой высоте? Летят в иллюминаторах сюжеты, Как будто в телевизоре гурь-фори. А впереди, уж недалёко где-то, Нас ждёт ещё и плачевшийся бой. И кажется, в лиха и картинок, Что летают грохочущие сзади. Им чей-то название отвратимо, И троса не ладит сверху, Ведь здесь изменения не свет. Здесь всё быстрей и пристрастней. А вот на малой высоте, Что может быть его опасней. На малой высоте, На малой высоте, На малой высоте. А вот как раз пришёл один из героев, Про которого было написано следующее письмо. Не будем у него показывать пальцы. Ой, так, точнее, все знают. Все, так и с назёром. Просто с чётом глубокого удовлетворения я наблюдаю за замечательным процессом, Когда люди, которые начали свою жизнь как офицеры, Они продолжают быть офицерами на гражданке. Они продолжают выполнять боевые задачи, Доводить всё до ума, Связывать несвязуемые вещи. И благодаря их рукам и головам, Прежде всего, Тебя присаживаться в нашей удивительной, Нескучной, великой роли. Дымит забитый караман, Ствол остылает перегретый, Лежит вокруг страна Афган, В которой, блин, сплошной лето, На закатой гудит броня, Собрать на базу результаты. И так что слава у меня И целы все мои ребята. Вот история в общем, Не сложная, Есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, Если правильно всё просчитать. В жизни нет ничего невозможного, Если правильно всё просчитать. Сюжет был грустным утяно, Смотреть не хочется, но надо. В зеленке возле введено, Колонна наша из засада. Афган-домод наоборот, И хули на моём металле, Да спас дороги поворот, И результатом мы не стали. Вот история тоже не сложная, Их идея, да мой результат. Пусть у них будет грусть невозможная, Что сумели не всё просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, Что сумели не всё просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, Что сумели не всё просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, Что сумели не всё просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, Пусть у них будет грусть невозможная, Что сумели не всё просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, Что сумели не всё просчитать. На Ласске все знают сложные штурмы на СССР. И я вспомнил, когда я лежал в госпитале, и был товарищ Берденко, когда я ко мне приходил, лежало в отделении, которое называется «Челюстница», «Челюстница лицевой хирургии». Туда приехал, там было много разных интересов на работах, в том числе был мужчина, у которого лицо было собрано из нескольких кусочков. Видно было, что это от этого, это от этого. Он писал стихи, у него было несколько книг. Каждый вечер выпивал в одиночку бутылку в руки, а потом гулял по морозному парку этой самой Берденке, потому что ему было неудобно, что от него пахнет алкогольным. Такой замечательный человек, и вот образ этих замечательных... Я его спросил, где воевали, он сказал «на востоке» и заблакал. Тоже мне посчастливилось близко знакомым с летчиками. Я учился в Азиане целый год. У меня был друг по имени Игорь, по кличке Гуляй, отец которого 45 лет был старшим лейтенантом, авиационным техником, обслуживал самолеты МиГ-21. И вот все это вместе... Да, в Египте это было в этом моменте, да. И вот и все это вместе получилось такое, называется «Пилот мира». Это называется «Дополнение интернационального долга». А, здесь, Вячеслав, я извиняюсь, нужно сказать, что не все же летчики. Рита – это речевой сигнализатор, который в самолете приятным женским голосом говорит, что «Пожар его двигателя». Или «У вас выпущено шасси». Номер такой, там говорится «бортовой номер», и говорится, что «Выпущено шасси», все-таки идет в эфир, все это записывается. А женский голос, потому что изготовители этой системы, значит, решили, что когда женщина говорит «Пожар его двигателя», то мужчина сразу контраста не хватает, а она только чуть-чуть проходит. Он смотрит на синее небо, на крестик за снежным хвостом, где жизнь то ли будет, то ли небо, дорога его непростой, где солнце светило нечасто, где часть правонаразвык, где было конкретное счастье, колеса бедут отрывки. За тяжкой откроется память, как буквы на старом холсте, и миг засверкает над нами Сарновский мороз на хвосте. Песка раскаленного ветер опалит пустынным огнем, и прямо сквозь сорокалетие он вверх по стремянке шагнет. Не волнуйтесь, товарищи, это летчик мечтающий, мастер неувидающий огневого удара, его жизнь лучезарная, бельюлево-товарная, а где квартира шикарная, и москвич, и не старый. И будет он словом нерусским, все ручку стараться дожать, и сквозь переном перегрузки появится хвост миража, и в линиях стекол прицела чужой задымит силуэт, но бой вдруг потребует цену за этот счастливый билет. Если рогнет подстреланный птицей пробитый осколками миг, и небо с землей закружится, сольется в растрепанный блик, и в тряске кабины разбитой погаснет последний экран. И ласково девушка Рита ему объяснит, брат, пора не волнуйтесь, не стал повещей, этот летчик мечтающий, мастер неувитающий, огневого удара, его жизнь лучезарная, беру лётованная, прехватив шикарная, и москвич не стой, что было, то было играть, что с этого царя на судьбу, пусть ею немного помятый, зато обогрел и отрут, и как-то стреляет в коленке, а с виду вообще ничего, поскольку хирурги Бурденко зашили на совесть его. И синее звонкое небо, где вечно летит самолёт, Купить два тифира и хлеба, и Катя на ужин зовёт, купить два тифира и хлеба, и дочка на ужин зовёт, не волнуйтесь, товарищи, этот летчик мечтающий, мастер неувитающий, огневого удара, его жизнь лучезарная, бирюлёва товарная, где квартира шикарная, и москвич, они стары, но москвич, они стары, но москвич, да, фактически не выйдет. И буду я служить в снаряде, совсем иной, хотя и здесь, и стану я таким, как надо, не таким, каким я есть, и будет вновь в душе горение, и рай в дежурке в шалаше, и чувство удовлетворения в моей поселиться душе, поселиться не на минутку, никак отводки с огурцом, буду я, друзья, все сутки, считать себя творца-винцом, и буду говорить, как надо, и указания выдавать, и всем командовать парадом, и честь красиво отдавать, и буду действовать, как должно, при входных каверзных посутей, и в нашей родине безбожный порядок в этот день наступит, и, подчинившись моей силе, произойдёт добра немало, и даже их сакашвили закроет блин своё хлебало, и за околицу и вешни в тональность попадёт гармошка, и тётя Дуся протрезвевший грибочков наберёт лукошка. По совести, а не по пьяни, делов наделаем мы разных, полюбят азеров армяне, и будет всё в мир и праздник, пойдут военные обряды лишь установленным порядком, и будут там настиг, где надо, и там, где надо, будут пятки, в евреев любятся арабы, в арабов любятся евреи, да здравствует начальник штаба, хочу-хочу в наряд в Корее. Эта часть называется «Музей из корольных фигур», я уже выбиваюсь из графика. «Ой, просто мне, товарищи, и страшно, до сих пор кружится голова. На полу секретная бумажка, она не секрет, и слова. Если посетившего автора, на выходе из своей конторы, когда он видел, на полу бумажку там буквально сет, хотя шли, закрыл глаза и убежал. Это раздельдяй какой-то страшный, не хранит заветы октября, написал секретную бумажку, а потом вот взял и потерял. Лето нам теперь уже не лето, и не лезут в горло пироги, потому у кого российские секреты будут знать, коварные враги, и узнают в радостном угаре коды наших кодовых дверей, и узнают, кто у нас татарин, и узнают, кто у нас еврей, и другие штуки всей штучки, как москвич, примерно, заводить, размер секретчика болочки, размер жены его в груди, пьют ли спирт, который бьют в ракету, и где в волке водятся самые, ну и как зовется баба эта, что у нас зовется мать Кузьмы, сколько волокий, сухая масса, и чем нашу совесть разбудить, в общем все узнают, попуарцы, и начнут немедленно вредить, и опять начнется перестройка, и придет нам мысль и горбачок, и опять мы полетим в помойку, хлопая в ладоши горячо, злочи, но ничего не страшно, выдержим на холод и жару, подниму секретную бумажку, ее немедленно сожру, мирными останутся рассветы, недоступны всякой суете, потому как родины секреты спят в моем военном животе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОТОТИ, АПЛОДИСМЕНТЫ ДЖЕНИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, женщины не помню. Но в организациях военных стреляют крайне редко. Сперечь патроны и нервные клетки руководства. Вот я был старшим видом безобразия, которое случилось в нашей родной конторе. Я приходил в себя два дня и написал вот такую пролему, которую сейчас вам расскажу. Я буду петь здесь. Министерство обороны после службы долгих лет Задают мне три патрона и тяжелый пистолет, И овощи, мужики, роки и одну поют жену, Но совсем без три руки нельзя защитить все равно. Тут со мной начинай ты в строк дашь, Без него ты, брат, конечную мату дашь, Никуда ты без него не выпадешь, А застрелив сам себя ядрёно в уши, Чтоб душа была начальников чиста, Распишись-ка ты скорее в пяти местах, Не случилось, что ужасная беда, Сделал шага после сразу докладай. Выхожу я на исходный, три патрона достаю, Ну, дорогой международный, сейчас соочно всех убью, Быстро выпустил угрозы ваших ядрных ракет, Так как я же, моя бронда, три патрона в кулаке, Тут команду произносит, оезжай, Начинаю быстро я соображать, Не ударить бы сейчас мне врез лицом, В магазин патрон срабать каким концом, Террористы пусть и много поживут, Разберёмся и через несколько минут, Всех сумею в одночасье победить, Только сумею в магазин свой слайдить. Наконец мы нашли патроны, Место нужное своё, Я походку и урона выдвигаюсь, ё-моё, Становлю сырой сразу, Как железная броня, Что отдание приказа на открытие огня. Никого я во вселенной не боюсь, Я теперь покруче, чем Уиллис, Брюс, И Гутузов, и Суворов, и Илья, И пожарки, да и Минин тоже я, И столет скорее вешать бы навести, Сразу выбью шестьдесят из тридцати, Не забыть бы вот надеть на нос очки, Полетять по заковолочкам клочки, Тот даёт команду бою, Ну теперь тушите свет, Я дрожащую рукою поднимаю пистолет, Стараюсь пешенебоком, Наставление как Вилли, И смотрю суровым оком, И безжалости мой вид, Вот на ухо мне командую, Огонь! Я давлю, а только нету ничего, Я сильней, а тут толкает в бок меня, Да ты ж я вас предохранителя не снял, Я предохранитель тут вниз давлю, Пистолет роняю, а потом ловлю, Поднимаюсь, не случится чего, А вокруг больше нету никого, Что, друг лявый, боитесь, Пистолету на меня, Я его, здоровый, витязь, Прямо к линии огня, Поднимаю свою пушку, Сейчас поймёт, что почём, И ловлю мишень на мушку, Нажимаю на крючок, Тут как вдарило оружие моё, Как тут пуля полетела, ё-моё, Как тут пуля пролетела, Пиажа, как мне птица и засветила по мозгам, Я от ужаса до кокоса раду взмок, И уже решил, что рухнул в потолок, И, закрыв на всякий случай все глаза, Даванул на спуск, Скорли два раза, Улетели птицы и пули, Где их стоит пороховой, Все поезды из-под стури, Каждый блин и два живой, Забирает мою пушку, Каждый как ребенок рад, Обнимает все друг другу, И спасибо говорят, Мы-то думали, что вновь пришла хана, Что не до своему сердцу до земна, Жел с детишками велик тебя любить, Что с сиротами и вдовами не быть, Иди скорее родним их погуляй, Только больше умоляю, не стреляй, На три года мы тебе поставим пять, Чтоб не надо было более стрелять, А все дальше, тут конец ближе, Пусть боятся террористы, И у самобедлоген, Будет точен каждый выстрел, В небе, с туши и в воде, Припечатайте нога, Пусть на вас они гремят, Победим любого гада, Мы с патронами дремя, Мы с патронами дремя, Мы с патронами дремя, Мы с патронами дремя. Он гитару, как автомат, Носят словом вниз, Но железные струны ее Сдергивают, как затвор, Он на сцену идет так, Как будто идет в бой, И пришлоет, и прищурившись, Смотрит в зал, Словно у него еще цель. И как вырванную чеку Первый берет аккорд, И бросает мелодию вниз, Единственный воевой курс, И злорог вводит в цель Точно и далеко, Пробивая ему вылет лжи, Крашной тоску, Автору и исполнителю Военного репертуара. Ночью в 02.14 Входит его судьба, В лампочке усилителей, Словно канонной фары, И выражения ножные Чиркают по губам. Это про Игорь Николаевича Морозова. Вот. Я заканчиваю свое Разогревательное выступление. Улыбнисья Волочке усилительное выступление. Улыбнисья Несколько 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 Эпидем Несколько Оооо Один Отношу Улыбнисья А летёк возвращался с войны От летящих по небу домов От оскала душманской луны И от зла, что приходит само От старлея, что классный мужик Да в бою не берёкся чудак От привычек, которыми жил Но нет, без которых никак А летёк возвращался с войны До грамашнему вкусу винца К байкам деда, к эве старшины И афганским рассказам отца Эти вот боевые слова После водки сплошные бои Ну давай-ка, сынок, наливай Работать нашим байкам своих А что пил, да что пил Как стрелял, как лакир С кем на марш и потел Всем разведку ходил, как войну и ухранит Как дерутся враги Много лиц представит Нам Господь помоги Нам Господь помоги Крепко лодь и поставив на стол И счастлив, что целый, живой Говорит он про это, про то Он рассказывал нам всего Он никому летел над земной Над гулящими шпалами лет Он был ветром и был кораблём Он был вместе, ебать, ай, бедет Это общая наша судьба Это наша единая суть Всем подряд надавать по зубам Ну а сами потом как-нибудь Что калашников, что ппш Мужики не об этом ведь речь Так устроена наша душа Ни врага, ни себя, ни бреть Вышел он покурить на кольцо А над домом стояла звезда Говорила, да, ты был молодцом Но с войны не придёшь никогда Пусть ещё на ногу на губах Пусть курят веставые столы Это общая наша судьба От рождения солдатами быть Этой жизнью завёрнутый круг Он уходит в другие века Лучше этой работы, мой друг Нет на родине нашей пока И пускай будет нечем стрелять Даже нечем потом закусить Научила родная тебя И умея пощады просить Но ведь он возвращался с войны От летящих по небу домов От оскала душманской лбуны И от зла, что приходит само Оставляя, что классный мужик Да как выпьет, так мак твой утра От привычек, которые мы жираю Но я без которых никак Но я без которых никак И в Москве без которых никак Спасибо Спасибо, товарищи Спасибо большое Перерывкий большой Я извиняюсь перед Игорем Николаевичем За то, что я вышел в графика Но я надеюсь, у нас времени ещё полтора часа Как минимум Вот И Ну, такие, извините, объявления Я принёс своё творчество Которое можно купить Там В гардеробе Ну и завтра у меня сольник Везде глухаря Если кому-то интересно Может, там, вы ушли Другой тип Лирика Ну а сейчас Давайте сделаем небольшой перерыв У меня 20 часов 22 минуты Оперативного времени Давайте в 20 часов 30 минут То есть через 8 минут Берёмся здесь Для основного Нашего сегодняшнего Ваступающего Великого Российского Военного Поэта Поющего Игоря Николаевича Морозова Спасибо